Всем привет! А мы приехали в Таиланд, Бангкок! Мы приехали сюда на метро, сейчас Ромка будет брать жетоны, 40 бат. Чем удобен Таиланд тем, что здесь баты равняются примерно по стоимости с гривной, не надо переводить. Этот вот же дом у нас за 40 гривен доведет. Все, прошли и едем на метро. Метро, как в Китае, со стеклянными штуками, чтобы никто не падал на колеи. Идет видео с посторожними. В нашей жизни появился Таиланд. Вот и снова в нашей жизни появился Таиланд. Тук-тук! Мы не раз на тук-туке прямо с водой в Таиланде. А, мы тут же были, да. Не, я в Китае ездила на тук-туке еще. Мы договорились с тук-туком, чтобы за 100 он нас довезет в мою центр. Куда есть севка, чтобы не вывалиться. Рома ударился при посадке в головой, потом еще низкая вот эта штука. И он раз пять извинялся, наверное, за это. Это то, что я не грациозный. Мы визу не делали. Можно делать как-то визу заранее. Мы делали визу прямо в Аэрофорту. У нас не было фотографии, но там есть автоматы, которые делают фотографии за 200 бат с человека. Курс бат в гривне примерно одинаковый, потому что 1 доллар это 30 бат. А у нас в Украине это 28 с копейками гривен, поэтому примерно одинаково. Поэтому понятно, когда ты идешь, и там написано кофе за 155 бат, что это, ну, так. Можно походить посмотреть еще. Все, довезли нас уже в центр. Он больше денег не захотел, не попросил. А то в Индии, когда мы были, там такие ненапряжные, что они могли начать еще ссориться. Мы пришли покушать. Вот такие вот стритфуды. Там вон есть телятина, курица и свинина. По 10 бат за штучку. Сейчас будем есть. Еще тут есть жареная кукуруза за 40 бат. Потом всякие вот лапшички. Порезанные уже фруктики. Потом еще лапша. Потом, значит, есть скорпионы жареные. Рома, когда тут был в прошлый раз, ел жареного скорпиона, ему не сильно зашло. Есть кокосовое мороженое. Вон, за 50 бат это очень вкусно. Прям в кокосе выдалбливают, как-то вырезают сердцевинку, кидают туда мороженое и сверху докидывают еще сам кокос. Курица. Вкусно. У тебя. А еще мое любимое, это нарезки фруктов уже готовые. Очень вкусные. Вон по 40, по 50. Там сразу арбузик, дынька, манго. Это обалденно. Очень много барчиков. Это вообще главная центральная улица, такая туристическая. Тут очень оживленное движение. Тут всякие магазинчики с футболками, платьями. Я тебе в прошлый раз здесь купила обалденное платье за 100 гривен, которое ношу до сих пор. Это мое любимое летнее платье. А, и еще чем прекрасен тайский, конечно, это массаж. Вон лежат люди, кайфуют. 200 бат стоит массаж ног, 250 спины, 400 масляные. Мы пришли на массаж. Тайский массаж. Всего тела на полчаса заступить от бат. Вон там лежат люди и что-то делают косметическое. Надо обязательно разуваться. Обязательно. Ура. Мы вышли с массажем. Это, конечно, мощь. Это мощь. Тайский массаж. Я всегда почему-то думала, что тайский массаж делается женщинами и почему-то частями тела. Но это, наверное, не тот тайский массаж. Нам делали мужчины руками. И причем, что самое интересное, чем он отличается от всех остальных массажей, ты в одежде. И тебе мнут просто вот, мнут поверх одежды. Вот просто надавливают, сжимают, расслабляют как-то. Вот сейчас прикольные штуки. Вам покажу. Вон там жареные тарантулы, жареные тараканы, всякие пауки и прочее. Ребятки, а вообще мы же уже были один раз в Таиланде с Ромой. У нас в Таиланде была свадьба наша первая. Мы участвовали в передаче Жанна Пажани с Жанной Бадоевой. И у нас была пампезная свадьба. Есть в интернете, можно загуглить. Жанна Пажани, Аня и Рома в Таиланде. Вот. И, короче, мы были в Бангкоке и жили вот в этой гостинице. Очень классная. Поэтому мы тут уже немножко понимаем, сколько стоит. Там знаем какие-то местные тонкости. И вот вернулись, это наша отправная точка, на наше будущее путешествие. Потому что мы уже послезавтра отсюда уезжаем и едем дальше бороздить просторы. Следите, оставайтесь. Здесь еще будет много интересных городов и стран. Вот это, это просто любовь. Вот столько всего, вот фруктики готовые сразу. И вот еще есть фреш из тростника сахарного. Это очень вкусно, очень сладко и очень полезно. Мы пришли есть ресторан. Тут, конечно, выбор. Тут морепродукты, рыбехи. Вообще. Но мы взяли себе том-ям. Это местный такой традиционный суп какой-то со специями. И рис в ананасе должно быть очень вкусно и очень красиво. Чем вообще славится Таиланд? С трансвеститами. Мы все транс, когда здесь были, мы их видели. Мы мимо них проходили. У них даже есть в... Все больше. Мы там снимали себе с ними в машине. А, точно, точно. У нас была, да, такая съемка там, где мы должны были выбрать из шести девочек, кто из них трансвестит. И тогда бы нам, типа, подарили бы проездку в лимузине. Это второй раз в жизни ездила на лимузине. Мы среди них выбирали, а оказалось, что они все были трансвеститами. Точно. Мы потом еще... А потом с этими трансвеститами мы ездили по банкоку в лимузине. Общались. Они очень коммуникабельны. Один из них был прям очень коммуникабельный. И он был, да, в бестептоком. Он постоянно снимал и показывал нам свои сиськи. Сделали такие второго и третьего размера, нормально. У них там носы сделаны. Они рассказывали, что они прям там с детства. Семья вкладывает бабло в пацана самого маленького, вкладывает детки на смену пола, на операцию, потому что это реально очень выгодно, это очень прибыльно, и они порядочно зарабатывают здесь. Рис в ананасе с кешью. Скусно? Интересно. И том-ям. Ананас. Рис в ананасе – это очень вкусно. А том-ям – это суп на любителя. Мы оказались не любители. Что-то редкий захотелось. Она дала две ложечки, она понимает, что рис не будет – не будет, но разок-то попробуй. Айс-мейк. В каждой стране есть свой Санька-разбойник. В каждой стране есть свой Санька-разбойник. Взошли с 7-11. Это как в Гонконге было. А я взяла себе вот огромный фрэш из пэшн фрут за 40 бат. Что значит «сороклей»? Вкусно. Вкусно. Бургер, который можно подогреть в микроволновке с 55 бат. Вон там ноги, куриной 34 бат. Вокруг – это ваша семья или твои франция? Вкусно. Вкусно. Вкусно? хотят ехать тук-туки, поэтому мы сели в таксишку, она по таксиметру, посадка стоит 35 бат, и потом выйдем и посмотрим сколько мы заплатили. Интересно, намного ли дороже будет такси или наоборот, может, даже дешевле. Кстати, в Таиланде левостороннее движение, и у машин тут руль находится тоже не слева, а справа. Обалдеть, мы доехали из отеля в центр на тук-туке за 100 бат, при том, что это мы торговались, а когда мы обратно ехали из центра в отель, они хотели за 300 тук-туки, мы сказали нет, и говорят, ну 200, мы говорим нет, мы заехали сюда за 100, они такие, нет, мы не поедем, сели в такси и по таксометру доехали за 73, это даже дешевле, чем туда на тук-туке, вы прикиньте? Так что, если будете в Таиланде, смело сажайтесь в таксишку, но обязательно с таксометром. Тут, короче, во дворе какой-то забор есть, и на заборе вон стекла биты, ну, железная проволока и плюс стекла, это негуманно, это против котов и голых голубей, не знаю, вы видите? Спасибо, что смотрите это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, хотите ли вы видеть ежедневные туристические влоги с нашего путешествия, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok